Субтитры делал DimaTorzok Почувствовал к ней непреодолимое отвращение Взял у нее два билетика И по дороге зашел в один плохенький трактеришко Он спросил чаю Сел и крепко задумался Странная мысль наклевывалась в его голове Как из яйца цыпленок И очень, очень занимала его Почти рядом с ним на другом столике сидел студент Которого он совсем не знал и не помнил И молодой офицер Они сыграли на бильярде и стали пить чай Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру Про проценщицу Алену Ивановну Калежскую секретаршу И сообщает ему ее адрес Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным Он сейчас оттуда А тут как раз про нее же Конечно случайность Но он вот не может отвязаться теперь От одного весьма необыкновенного впечатления А тут как раз ему Как будто кто-то подслуживается Студент вдруг начинает сообщать товарищу Об этой Алене Ивановне Разные подробности Славная она, говорил он У ней всегда можно денег достать Богата как жив Может сразу пять тысяч выдать А и рублевым закладом не брезгает Наши много у нее перебывало Только стерва ужасная И он стал рассказывать, какая она злая, капризная Что стоит только одним днем просрочить заклад И пропала вещь Дает в четверо меньше, чем стоит вещь А процентов до пяти И даже по семи берет в месяц Студент разболтался И сообщил кроме того Что у старухи есть сестра Лизавета Которую она такая маленькая и гаденькая Бьет поминутно И держит в совершенно порабощении Как маленького ребенка Тогда как Лизавета По крайней мере восьми ручков росту Вот ведь феномен Скричал студент и захохотал Они стали говорить о Лизавете Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием И все смеялся А офицер с большим интересом слушал И просил студента прислать ему эту Лизавету Для починки белья Раскольников не проронил ни слова И за раз все узнал Лизавета была младшая сводная сестра старухи И было ей уже тридцать пять лет Она работала на сестру день и ночь Была в доме вместо кухарки и прачки И кроме того шила на продажу Даже полы мыть нанималась И все сестре отдавала Никакого заказа и никакой работы Не смела взять на себя без позволения старухи Старуха же уже сделала свое завещание Что известно было самой Лизавете Которой по завещанию не доставалось ни гроша Кроме движимости, стульев и прочего Деньги же все назначались в один монастырь В одной губернии на вечный полмин души Была же Елизавета Мещанка А не чиновница Девица и с собой ужасно нескладная Рост тут замечательно высокого С длинными, как будто вывернутыми ножищами Всегда в стопанных козловых башмаках И держала себя чистоплотно Главное же, чему удивился и смеялся студент Было то, что Елизавета Поминутно была беременна Да ведь ты говоришь, она урод Заметил офицер Да, смуглая такая Точно солдат не переряженный Но знаешь, совсем не урод У нее такое доброе лицо и глаза Очень даже Доказательство многим нравится Тихая такая, кроткая, безотлетная Согласная, на все согласная А улыбка в ней даже очень хороша Да ведь она и тебе нравится Засмеялся офицер Из странности Нет, вот что я тебе скажу Я бы эту проклятую старуху Убил и ограбил И уверяю тебя, что без всякого Зазора совести С жаром прибавил студент Офицер опять захохотал О раскольниках вздрогнул Как это было странно Позволь, я тебе серьезный вопрос Задать хочу Загорячился студент Я сейчас, конечно, пошутил Но смотри С одной стороны Глупая, бессмысленная Ничтожная, злая Больная старушонка Никому не нужная И напротив Всем вредная Которая сама не знает Для чего живет И которая завтра же Сама собой умрет Понимаешь? Понимаешь? Ну понимаю Отвечал офицер Внимательно уставить В разгорячившегося товарища Слушай дальше С другой стороны Молодые, свежие силы Пропадающие даром Без поддержки И это Тысячами И это всюду Сто Тысячу добрых дел И начинаний Которые можно устроить И поправить на старухины деньги Обреченные в монастырь Сотни Тысячи Может быть существований Направленных на дорогу Десятки семейств Спасенных от нищеты И разложения От гибели От возврата От венерических больниц И все это На ее деньги Убей ее И возьми ее деньги С тем, чтобы Их помощью Посвятить потом себя На служение Всему человечеству И общему делу Как ты думаешь Не загладится ли Одна крошечная преступленница Тысячами добрых дел За одну жизнь Тысячи жизней Спасенных От гниения И разложения Одна смерть И с тот жизней Взамен Да ведь тут арифметика Да и что значит На общих весах Жизнь этой Чахоточной Глупой И злой старушонки Не более Как жизнь вши Таракана Да и того не стоит Потому что Старушонка вредна Она чужую жизнь Заедает Она на медней Елизавете Палец со зла Укусила Чуть-чуть Не отрезали Конечно Она недостойна Жить Заметил офицер Но ведь тут природа Эх брат Да ведь природу Поправляют И направляют А без этого Пришлось бы Потонуть В перезарсудках Без этого Ни одного Бо великого человека Не было Говорят Долг Совесть Я ничего не хочу Говорить против Долгой совести Но ведь Как мы их понимаем Стой Я тебе еще Задам один вопрос Слушай Нет Ты стой Я тебе задам вопрос Слушай Ну Вот ты теперь говоришь И ораторствуешь А скажи ты мне Убьешь ты сам старуху Или нет Разумеется нет Я для справедливости Не во мне тут-то и дело А по-моему Коль ты сам не решаешься Так нет тут Никакой справедливости Пойдем еще партию Раскольников Был чрезвычайно в волнении Конечно Все это были Самые обыкновенные Самые частые Не раз уже слышанные им В других только форматах И на другие темы Молодые разговоры и мысли Но почему именно теперь Пришлось ему выслушать Именно такой разговор И такие мысли Когда в собственной голове Его только что зародились Такие же точно мысли И почему именно сейчас Как только он вынес Зародыш своей мысли о старухе Как раз и попадает он На разговор о старухе Странно всегда казалось ему Это совпадение Этот ничтожный Трактирный разговор Имел чрезвычайное на него влияние При дальнейшем развитии дела Как будто действительно было тут Какое-то предопределение Указание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok